Изначально Half-Life имела название Quiver и представляла собой историю обоевания Космобайкери, который находился на военной базе Arrowhead во время вторжения пришельцев из другого мира. Название Quiver также приводит на мысль, что игра первоначально задумывалась всего лишь как преемник игры Quake. К тому времени, когда было принято название Half-Life, игра имела свою индивидуальность. В процессе разработки игра терпела большие изменения, а особенно в плане существ. Half-Life Alpha является версией игры 8 сентября 1997 года. Диски с альфа-версией были распространены в 2013 году. Также этот диск продавали на eBay за 709 долларов. Там мы могли найти вырезанных существ, а также мы можем найти их и в книге разработчиков. И в этом видео я, Госс, расскажу все, что известно об этих существах. Брызгун по трансплантации Арчер. Модель брызгуна имеет размер, схожий с размером маленькой акулы. Рыбоподобное существо должно было быть встречено под водой. Согласно анимации, брызгун должен был кусать игрока и плеваться неизвестным токсичным веществом. Скорее всего, таким же, как у блусквидов. Его название основано на реально существующей рыбе – Арчерфиш, которая охотится на насекомых, выстреливая в них струйками воды. Кингпин был в два раза выше среднего человека. У него должен был быть огромный мозг, заполняющий почти все тело. Кингпин имел четыре глаза, расположенных так, чтобы существо могло огибать все пространство вокруг себя. В раннем варианте предполагалось, что он будет передвигаться с помощью трех хитиновых ног, издавая щелкающий звук. В более поздней версии осталась только одна нога на конце толстого хвоста, которая помогает передвигаться существу в стиле червя. Существо обладает обездвиживающей психической атакой и защитой, делающей его неуязвимому крупнокалиберному оружию. По концепт-артам известно, что он должен был появляться в пещерах Сене. Это существо было придумано во время разработки Квивор. Как и о многих существах, о нем почти ничего не известно, вплоть до его имени. Поэтому это существо назвали просто – Квивор. Сержант являлся командиром отряда Хэку. Командир отряда курил сигарету, имел плоскую стрижку и имел очень неустойчивую психику. Он мог координировать действия солдат, а также связываться с командованием при помощи радио. Если верить Half-Life 2 Rising the Bar, сержант изначально использовал пулемет М-60 и две ракетные атаки из М-72 Лау. Но в итоге сержанту был выдан миниган. Также в файлах игры есть его нож, который, судя по всему, тоже должен был использоваться им в игре. Но до финальной версии он добрался, хоть и частично. Модель его головы использует черный солдат Хэку. Пантерай. В файлах Half-Life SDK описан как Диабло. Существо из Зена, по повадкам ведущее себя как пантера. Имеет один глаз и красную кожу, по размерам схожа с большой кошкой. В Альфе можно найти только в тестовых комнатах, однако там он синего цвета и показаны лишь пару анимаций. Изначально он должен был быть еще в Куивер. Там он назывался Звуковая Собака. Позже это название перешло к Хундаю. Существо должно было валить жертву на землю и каким-то образом нападать на нее при помощи рта и бежевого языка, расположенного за подбородком, блокируя жертву своими лапами. А также пантерай должен был ползти незаметно, наносить урон хвостом, быстро бегать и терзать жертву когтями. Быстроход. Также известный как Быстрозава. Дальше концепт-арта в дело не зашло из-за отсутствия нормального искусственного интеллекта и четких геймплейных задач для него. Будучи очень умным созданием, Быстроход должен был стать союзником Гордону, следуя за ним с самого начала и полюбив его за свежее мясо, который Фримен ему ненамеренно оставлял. С помощью своих шести глаз, позволяющих видеть в темноте и чувствовать тепло, Быстроход мог видеть и предупреждать Гордона Лаем о том, что ожидает его за следующим поворотом. Передние лапы Быстрохода хорошо развиты, что позволяет ему использовать оружие и технику. Об объекте практически ничего не известно. Оно должно было являться некой ворота пушкой, вокруг которой располагалось две половинки сферы. Сначальное название неизвестно. Модель называется Сфера.МДЛ. Стайный плывок, он же стайная рыба или ядовитый парус. Описан как живой воздушный шар с едва светящейся головой. Это летающее существо, голова которого заполнена газом, который распыляется в случае его смерти, атакуя противника. Плавники используются как паруса для передвижения. Регулируются плывники отростками на них. Антенна испускает приятный аромат, привлекая других особей данного вида, а также добычу. Стайный плывун пассивен и не нападает, если не напасть на него. При нападении на плывуна все ближайшие стайки тоже начнут атаковать врага. В качестве защиты используют газ, который под давлением выстреливается в игрока. Должен был встречаться в Зене. Хотя файлы Half-Life 2 бета показывают, что сражения между солдатами Хэппу и плывунами имели место в главе по рельсам. Снэпбак. Насекомый представитель фауны Зена. Название Снэпбак состоит из двух слов. Снэп, Хватка, Кнопка, Щелчок и Бак, Жук. О насекомоподобном существе мало что известно, так как у него отсутствуют какие-либо анимации. Судя по модели, это существо чуть больше хэткраба. Имел зеленый с желтыми полосками окрас, четыре лапы и два глаза. Возможно, они атаковали в прыжке при помощи своих клешней, или же, по принципу схожим с медвежьим капканом, прятались лежа на земле и атаковали, когда игрок наступал на них. Скорее всего, они были маленькими, проворными и быстрыми, из-за чего в них было тяжело прицелиться. Можно предположить, что тактика сражения с этим монстром очень схожа с тактикой сражения против хаткрабов и снарков. Возможно, это и стало причиной для того, чтобы вырезать снэпбака из игры. Штука Бет. Существо с шестью глазами и перепончатыми крыльями, во многом схожие с летучей мышью, откуда и берет свое название. Штуки должны были встречаться на открытых пространствах, как минимум в главах Blast Pit, Honor Rail и Zen, и нападать на игрока с воздуха. Судя по анимации и ранним скринам геймплея, они могли висеть на потолке вверх ногами, как и обычные земные мыши, ходить по земле, опираясь на заднюю лапу и крылья, если их сбить, и не всегда атаковали игрока. Также они способны издавать звуки, похожие на клёк от хищных птиц. Название штук, возможно, пошло от немецких Юнкерс Ю-87, коротко называемые немцами Стука или Штука. Некоторые существа были немножко пошлыми. Одним из них является Мистер Френдли, существо размером с небольшую лошадь. Оно очень неуклюже перемещается, толкая тело вперед задними ногами и помогая шипам на локтях, сопровождая свое движение звуками скрипа ногтей по школьной доске. Концепт-арт показывает, что изначально у Мистера предполагались глаза, но у модели их уже нет. Согласно Rising The Bar, у Кена Бердвелла в детстве был друг, 12-летний брат которого любил рисовать. Кен раньше очень любил его рисунки и попросил его сделать несколько набросков возможных монстров. И он позже принес несколько уж сексуально ориентированных скетчей, среди которых был и Мистер Френдли с деталью похожей на мужской половой орган. Кен был слегка шокирован увиденным, но Геб Ньюэлл одобрил концепт. Мистер Френдли своим поведением должен был побуждать скрытую гомофобию и тем самым пугать целевую аудиторию. Одна из атак Мистера, описанная в Rising The Bar, колотить по земле, чтобы вывести оружие из рук игрока. Предполагалось даже сделать так, чтобы очки слетали с лица Гордона и ему приходилось бороться, видя все размытым некоторое время. Но воплотить эту опцию в игре было слишком сложно на то время. Остальные атаки можно увидеть в анимациях модели. Мистер может листать щупальцами и плеваться подобно Буллсквиду. Его цель состоит в том, чтобы поймать и изнасиловать жертву, удерживая руками щупальцами до самой точки невозвращения, после которой наступает смерть. Хотя, учитывая, что в анимациях моделей нету ничего такого, можно предположить, что либо это не смогли воплотить по той же причине, что и идею с отбрасыванием очков Гордона, либо из-за того, что идею решили отбросить по понятным причинам. Центральное разведывательное управление, или же ЦРУ, также известные под названием Чистильщики. Организация, основанная на реальном аналоге, должно было появляться в оригинальном сюжете Half-Life. Отряды ЦРУ были посланы в Черную Мезу на зачистку с целью скрыть события от общественности, а также остановить вторжение пришельцев. Они не были предупреждены о том, что на нижних этажах комплекса присутствуют ядерные боеголовки, находящиеся там со времен Холодной войны, когда база была только построена. Игроку необходимо было остановить их, так как они могли случайно активировать бомбы, взрыв которых мог стереть с лица земли все западные штаты США. Некоторые сюжетные ходы были позже использованы в Half-Life Opposing Force. ЦРУ было представлено четырьмя разнообразными юнитами, настроенные враждебно по отношению к игроку и персоналу Черной Мезы. ЦРУ появлялись в ранних концепт-артах для Квивер, созданными Чаком Джонсом. Присутствуют четыре концепт-арта, каждый из которых описывает определенного юнита. Умник ЦРУ. Маленький человек с большим мозгом, что делает его немного похожим на контролера. И психической пушкой. Имел псионические умения. Часть его умений унаследовал Кингпин, которого в итоге все равно вырезали. Убийца ЦРУ. Являлся одним из предков черного оперативника. В качестве оружия использовал винтовку и пистолет. Умел бросаться ножами. Солдат ЦРУ. Также являлся прототипом черного оперативника. Хотя внешне напоминает пехотинца пришельцев. В качестве оружия использовал пилы. Женщина-солдат ЦРУ. Прототип женщины-оперативницы. В качестве оружия использовала пистолет-пулемет. Чарджер должен был быть двуногим насекомым с небольшой головой и двумя закрылками на ней, которыми он мог покрыть голову полностью. Существо имело семь глаз, три больших и четыре маленьких, а также шесть зубов. Несмотря на то, что его модель больше похожа на насекомое, в оригинальной концепции Чарджер должен был быть двуногим демоническим монстром. Судя по анимации, это существо должно было летать, быстро махая крылышками. Одна из анимаций показывает, что Чарджер мог заряжаться, спрятав голову за закрылками. Также еще одна анимация указывает на то, что он мог плеваться чем-то токсичным. Изначально, в совсем далекой Альфе, за место Хэку должны были воевать роботы, однако данные персонажи остались лишь в немецкой версии и в качестве модели для мультиплеера. Чамтоуды – небольшие земноводные существа, найденные в Зене, похожи по морфологии на земных жаб. Они отличаются своей ярко-фиолетовой кожей, их единственным красным кошачьим глазом, шипами на спине и длинным голубым языком. Чамтоуды маневрируют своими короткими быстрыми прыжками, как у земной жабы. Они также имеют способность плавать и прыгать на большие высоты, когда их запугивают. Чамтоуды иногда могут притворяться мертвыми, перекатившись на спину и яростно дергаясь, вероятнее всего, обманывая своих хищников. В отличие от большинства существ Зена, чамтоуды не являются опасными для людей. Они, как правило, отдыхают на скалах до тех пор, пока им не станут угрожать. В этот момент они имеют способность телепортироваться, исчезая в порыве фиолетовой энергии. Чамтоуды являются единственными пришельцами Зена, чьи частицы телепортации не зеленые. Итак, вроде бы это были все вырезанные существа из первой части Half-Life. И видео подходит к концу. И с вами был Гост. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok